Каракалпакстан Каракалпак Каракалпакстан Республика Сис-Леш Узбекский является автономной республикой в Узбекистане Он занимает весь северо-западный край Узбекистана Столица Накус На Апостров Кис Накис Республика Каракалпакстан имеет площадь 160 тысяч квадратных километров 62 тысячи квадратных миль Его территория охватывает классическую землю Хорезма Которая в классической персидской литературе была известна как кат примерно из 500 граммов До По 500 граммов Регион нынешнего Каракалпакстана был процветающим сельскохозяйственным районом Поддерживаемым обширным орошением Это была стратегически важная территория За которую велись ожесточенные споры О чем свидетельствуют построенные здесь более 50 харизмских крепостей В Каракалпакские люди, которые раньше были кочевым скотоводом и рыбаком, были впервые зарегистрированы иностранцами в 16-м веке Каракалпакстан был передан Российской империи по ханству Ахива в 1873 В соответствии с советской правила Эта автономная область в пределах Российской Советской Федеративной Социалистической Республики прежде, чем стать частью Узбекистана в 1936 году Этот регион, вероятно, был наиболее процветающим в 1960-х и 1970-х годах, когда расширялась ирригация из Амударии Необходима цитата Сегодня, однако, дренаж Аральского моря превратил Каракалпакстан в один из беднейших регионов Узбекистана Регион страдает от обширной засухи, частично из-за погодных условий, но также в значительной степени из-за рек Амудария и Сардария Точка реки эксплуатируется в основном в восточной части страны Неурожай лишили около 48 тысяч человек их основного источника дохода А нехватка питьевой воды привела к всплеску инфекционных заболеваний Каракалпакстан в настоящее время представляет собой преимущественно пустыню и расположен на западе Узбекистана, недалеко от Аральского моря, в самой нижней части бассейна Амударии Он имеет площадь 164 900 километров вдвое и окружен пустыней Пустыня Кизылкум находится на востоке и Каракумы находится на юге Скалистое плато простирается на запад до Каспийского моря Продолжение следует...